добро пожаловать на канал hard rest info перед нами наушники corsair причем необычный corsair а corsair hs70 pro wireless и это выговорит итак что такое наушник corsair наушник corsair это игровые наушники вы имеете конкретно это игровые наушники которые созданы для геймеров и они не особо подходит для обычных задач разве что вы все время за компом короче я сразу говорю в этих наушниках нет bluetooth они подключаются компьютеры с помощью вот этой вот флешечка это модуль адаптер потому что флешечка подразумевается флеш память короче берете этот адаптер и вставляете в компьютер когда вы его вставляете он сразу установит драйвера на ваш ком и все и наушники будут подключены с вашим компьютер вот и все дальность радиус действия в теории 12 метров но я отходил на 20 20 метров она ловила плохо уже с задержками серьезными уже иногда начинал ускорять ну что-то еще короче на ловила то есть наушники они хоть и беспроводные но они рассчитаны на малое расстояние то есть например если они были бы на плюс тусе 5.1 или 5.2 в таком случае не было вели на гораздо большем расстоянии сигнал но они используют только вот такой вот адаптер причем это не light speed light speed это только лоджетековская технология и она покруче она и на более дальнее расстояние и нет потерь сигнала потерь звука нет такого большого разрыва это не light speed это корсеровская тема возможно кстати и не корсеровская личная я понятия не имею знаю только то что она не на очень дальнее расстояние передает сигнал что еще нужно сказать вам в наушниках к наушникам в комплекте идет вот такой микрофончик этот микрофончик коннектится к ушам через вот это вот отверстие то есть берете и коннектите вот таким вот образом и все и по сути микрофон подключен дальше чтобы пользоваться этим микрофоном вам нужно будет нажать на кнопку микрофона собственно выключить микрофон и включить микрофон вот как же все таки подключить наушники к компьютеру сложно это или нет нет на самом деле это невероятно просто у корсера есть еще и свое приложение давайте сейчас его тоже покажу так мы расположили наполовину то есть смотреть у корсера есть свое предложение называется она айси сейчас вам скажу точно курсер айси ю и название и как только вы берете вашу потом и подключаете его к т.к. во-первых обратите внимание на лампочку моргающую вот собственно она перестала моргать так быстро все она перестала моргать она подключена к компьютеру компьютер говорит он видит что низкий заряд батареи у наших наушников и собственно здесь видно кроме того кроме того ваших вот здесь вот в панели появляется появляется эти наушники показано состояние батареи написано что на 2 процента елки-палки можно еще показать и что у нас тут есть у нас есть эквалайзер у нас есть pure direct movie theater gps компетишен что-то компетишен клир чат и басбуст это пересет это пресеты которые вы можете собственно вот здесь вот выставить или можете создать свой код и все можете здесь свой присед то есть под свой стук настроить наушники не повязала конечно вот то есть создаете свои какие-то пресеты там не знаю можете микрофон можете сайт он немножко поубавить стерео включить выключить объемный звук включить выключить это это на самом деле крутая тема то есть приложение не бесполезно функции прок сожалению платные немножко не знаю мне не нравится полить корсера в этом плане потому что наушники купил заполниться она почему функционал ты должен получать по подписке ну не знаю в любом случае в любом случае это все равно неплохие все равно неплохой вариант неплохие наушники что еще можно вам об этих наушниках сказать ну можно сказать много на самом деле во первых они не очень много держит заряд батарей я к сожалению не измерял но по личным ощущениям и поскольку личным ощущением не очень много по поводу индикаторов заряда батареи вот этот красный этот красная лампочка возле зарядного порта кстати порт здесь usb micro usb не type-c а micro usb шка которая если вы будете не аккуратно не пользоваться подчеркиваю то со временем конечно же какие обычные крылья сломается и придется заменять порт я очень сильно сомневаюсь что здесь не поставили какой-то ультра качественный порт поэтому думаю что эти наушники когда такая судьба настигнут в любом случае если вы не будете бережно здесь у этого индикатора есть несколько состояний показ батареи это если от нуля до 90 процентов он моргает 10 до 90 процентов он моргает желтым а от 90 до 100 полностью заряжен а от 0 до 10 это полностью раздражены кроме того кроме того что еще нужно сказать во первых конечно же этот порт нужно использовать вот отключил видите сразу что изображение этот порт нужно использовать только и исключительно порта usb 2.0 в 3.0 в тройках лучше не использовать объясняю почему потому что во всяком случае винда пока что не умеет нормально организовывать работать с портами usb 3.0 3.1 и драйвера время от времени будут слетать будет какая-то задержка эти наушники заточены под usb 2.0 вполне возможно что все будет нормально но у меня лично во время короткого использования очень мало использовался ими буквально три дня за это время я сначала впервые как только их открыл только пошел подключать компьютеры подключил к трешке все подключились все прекрасно стало проходит часа два-три наушники отключаются ставлю их на зарядку вроде бы должны быть заряжены думаю ну ладно окей смотрю кому больше не подключается вытаскиваю адаптер вставляю в компьютер они все равно не подключаются думаю ну окей что же такое вставляю в другой порт usb 3.0 и они опять подключились драйвера установились и опять все работает думаю ну окей классно на следующий день опять отворилось я думаю ну вообще классно что это такое делать то есть теперь уже ни в одном ни во втором порте не работает поставил вставил в порт 2.0 мне мужик мужичок в офисе посоветовал вставил в порт 2.0 проблем никаких не было драйвера с тех портов поудалял и и все и уже по сути полтора дня наушники постоянно вышли на компьютер никаких проблем все это нет то есть как то так то есть желательно использовать в порте 2.0 эти наушники корсайр айс ю и правда программа конечно полезная прикольная но прям сильно нервничество где стоит хотя прикольно она может мониторить компьютер достаточно стильно по сути по сути это все больше ничего особо нельзя сказать об этой батарее вне об этой батареи об этих наушниках можно только сказать что они не особо сидят на моей голове потому что хоть они здесь и мягоньки они вы не знаю немножко тяжеловато вот это прям ощущается что они тяжелые хотя многим я знаю это нравится кроме того мне не сильно понравились подушки для ушей поэтому я заказал новые или посмотрим как они будут вообще так хорошо ловит звук микрофон действительно хорошо то есть если вы играете можно спокойно хорошо играть этим микрофоном он настраивается он кажется что это просто шнур но нет он гибкий и его можно и собственно все выбирали мы эти нужны между этими и лоджи теками что там если я не ошибаюсь и легкие легкие очень наушники которые на спиде кстати работают спид выигрывает в сто раз но тело же таки они пути классных эти легкие они тоже у них посадка очень было неудобно там прям вообще неудобная посадка и ужасный звук просто катастрофически ужасно по сравнению с этими там тоже была куча плюсов но эти все-таки покруче да керсеры сделали это дело и мне кажется что эти ножники спокойно можно покупать спасибо большое за просмотр знаю что видео получилось такой себе информативности но надеюсь оно было все-таки для вас хоть в чем-то полезным если это действительно так тогда поставьте лайк подпишитесь до скорых встреч до свидания